В этом видеоблоге мы очень любим считать чьи-то деньги. И сегодня, мои дорогие телезрители, мы вместе с вами посчитаем деньги младшей дочери Владимира Путина, Катерины Тихоновой. Нам же всем интересно, как там складываются ее дела сейчас, в кризисное время. Денег у всех стало меньше, цены растут, пенсии не индексируют. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем индексацию. В общем, всем приходится нелегко. А вот у дочери президента, я скажу это сразу, дела идут только в гору, несмотря ни на какой кризис. Итак, тот, кто читает мой блог, знает. Катерина Тихонова возглавляет фонд Национальное интеллектуальное развитие, работающий под брендом Иннопрактика. Фонд вроде как научный и занимается тем, что поддерживает различную инновационную деятельность. Но это модно сейчас. В 2014 году я писал о том, что фонд собрал и израсходовал 282 миллиона рублей, а источниками этих средств были государственные корпорации. И вот мы проанализировали, что же произошло с того времени, и теперь можем доложить вам, что деньги фонд Иннопрактика по-прежнему получает, выигрывая конкурсы государственных компаний. Только теперь еще в большем объеме, чем раньше. Смотрите, например, структуры Роснефти, возглавляемые Игорем Сечиным, постоянным героем наших публикаций, перевели им 179 миллионов рублей. Государственная Транснефть – 221 миллион рублей. Ну и, наконец, структура Росатома, которую возглавлял Сергей Кириенко, который сейчас стал замглавой администрации президента, перевел дочери Путина 59 миллионов рублей. Всего на практику с начала 2015 года получила господрядов на 452 миллиона рублей. Немаленькая сумма. Но это далеко не все. Главным источником денег фонда являются даже не подряды госкорпораций, а таинственные целевые взносы. Таких фонд дочери президента получил на 425 миллионов рублей от неизвестных юридических и физических лиц. К сожалению, по открытым данным мы с вами не можем узнать, кто же такие эти щедрые жертвователи. Может быть, это снова госкорпорации, может, олигархи, может быть, сам Владимир Путин, судя по всему, он довольно небедный человек, может быть, и муж Катерины Тихонова и Кирилл Шамалов, который не так давно был признан журналом Forbes самым молодым миллиардером в России. То есть может себе позволить. Но так или иначе, мы вот сейчас с вами констатируем юридический факт. За последние 20 месяцев фонд дочери президента Путина получил пожертвованиями и подрядами минимум 877 миллионов рублей. А скорее всего, больше миллиарда, потому что отчетность за последний 2016 год мы еще не видим, хотя год почти уже закончился. И тут, конечно, у нас с вами возникает два естественных вопроса. За что же они получили эти деньги и куда они их потратили? Изучение работ, которые делает Иннопрактика для госкорпораций, показывает, что это очень похоже на уже существующий в нашей стране инновационный центр Сколково или Роснано. То есть очень много разных наукообразных слов, а на самом деле это просто фикция. Например, вы будете очень смеяться, если почитаете, за что фонд Иннопрактика содрала 2,5 миллиона рублей с нищей Российской Академии Наук. Они разработали для нее, вот я даже на бумажке написал себе, потому что иначе не произнесу, предложение по анализу психолога и педагогических аспектов построения системы цифровой долины Крыма. Цифровая долина Крыма. Так здорово это звучит, так и представляется. Стартапы, электромобили, гигантский хейперлуп, соединяющий Симферополь с Пала-Альта, с остановками в Джанкое и Волубке. Но на самом деле из тех заданий мы видим, что русская силиконовая долина характеризуется полным контролем государственных органов, а стартапы будут делать дочерние предприятия госкомпании. Теперь давайте попытаемся понять, куда же Иннопрактика потратит полученные сотни миллионов рублей. Увы, у нас это выяснить не получилось. Я думаю, что и у вас не получится, потому что на сайте Иннопрактике есть лишь раздел с названием «Наши результаты». Там сообщается, что проведен некий конгресс, реализованы некие проекты для все тех же самых компаний, «Роснефть», «Транснефть», «Росатом». И нет никакой конкретики, никаких ссылок и никаких реальных документах. Все в лучших традициях российских инноваций. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Вот, в общем-то, и все, что можно узнать о деньгах фонда дочери Владимира Путина. Их много, большую часть из них дает неизвестно кто, и уходят они непонятно куда. Я не знаю, как вам, а мне было бы интересно узнать, кто именно внес в фонд дочери президента 425 миллионов рублей, и как потратилась в итоге общая сумма в 877 миллионов. И мне кажется, что было бы правильно вообще для всей России, если бы финансовые дела президента и его семьи были бы открыты и прозрачны, тем более, когда речь идет о таких суммах. Поэтому в завершение нашего видео я хотел бы призвать и Владимира Владимировича Путина, и фонд Иннопрактика, и Катерину Тихонову полностью опубликовать свои финансовые отчеты и контракты с госкорпорациями, чтобы мы все видели, за что же они перечисляют такие огромные деньги. Мы отправили в фонд Иннопрактика официальное письмо на эту тему, и мы обязательно вам расскажем о том, что нам ответят. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.